На пресс-конференции в зале не было свободных мест. Многим журналистам пришлось стоять, потому что в зал собрались студентов, у которых, судя по всему, в 11 часов не было никаких лекций. Андрей Минаев сделал заявление, что был и остается ректором университета. В заседании суда он неоднократно говорил о своем здоровье и необходимости проведения операции. Сейчас ситуация поменялась, операция стала нужна не так. Срочно и в больницу ложиться, пока ректор не планирует. Андрею Минаеву задали вопрос о том, как он будет работать с коллегами, которые написали на него жалобу в прокуратуру. Этот документ и стал основанием проверки, а потом уголовного дела. Андрей Минаев ответил, что сводить личные счеты не планирует. Вы сами говорили, кто-то что-то сказал. Я не знаю, кто, что, что дало толчок всему этому. Поэтому я, естественно, готов работать с каждым. Мною никогда не руководило чувство сведения счетов, чувство мести. Мне просто это неинтересно. У меня, знаете, жизнь достаточно теперь, как я понимаю, такие вызовы иногда бросают. Я не могу растрачивать свое время и здоровье на сведение счетов. Не хотелось бы еще быть полезным для университета. На пресс-конференции журналисты пытались выяснить подробности уголовного дела. Отвечать на вопросы ректору пришлось, хотя он признался, что надеялся, эта тема уже закрыта, поскольку суд вынес свое решение. Вопрос, который прозвучал на пресс-конференции, касался обстоятельств, которые привели к возбуждению уголовного дела. На помощь пришел адвокат. Андрей Иванович не признавал своей вины и говорил о том, что ущерб университету его действиям не причинен. И фактически к этому результату и к этому выводу пришло и само следствие в итоге. Поэтому говорить о тех обстоятельствах, которые были озвучены в вопросе, можно сказать только одно, что этих обстоятельств не было. Я действовал в рамках тех полномочий, которыми я располагал на тот момент. Что значит не может быть? Я ему отвечаю, а вы дальше сами относитесь к моему ответу. Могу ли я или не могу ответить? Журналисты попытались выяснить, признал ли ректор свою вину, потому что в одном из официальных пресс-релизов была именно такая информация. Андрей Минаев сказал, что вину он не признавал. В региональном следственном комитете прокомментировали решение суда по делу ректора Андрея Минаева. То, что он не признал вину, еще не означает, что факты, изложенные следователем, не нашли подтверждения. Фактически вынесение судом решения о назначении судебного штрафа – это решение нереабилитирующего характера. Поэтому виновность, как таковая, в совершении преступления, она этим судебным решением устанавливается. Если бы суд признал его невиновным, он бы его оправдал, не назначил бы ему даже судебный штраф. Поэтому говорить о том, что виноват, не виноват, мы считаем, что он виноват. То, что он в суде следствия свою фразу «я вину признаю» не говорил – это его право. По решению суда Андрей Минаев выплатил штраф в 30 тысяч рублей и возместил причиненный вузу ущерб. Однако решение суда в законную силу не вступило. По трудовому договору он будет занимать эту должность до мая 2022 года. Дина Исляева, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».